всем здорова ребят ну я надеюсь у вас там не гудет потому что загружая пока макрекс метро exodus обновления решил пройти что у нас сегодня у нас сегодня многие ребята вчера просили показать афинку варианты сборок что актуально что нет и сегодня у нас будет именно обзор на афину разберем какие таланты и подходят какие не подходят немножко потестируем в общем все как обычно по трешечку с вас лайк подписка и все дела так что у нас сегодня по плану делаем афинку у меня она конечно уже есть хорошо прокачанная тыковку я сделал уже десятку я вам тоже ее покажу на тестах покажу на архидемоне можете посмотреть тут я тестирую сейчас она такой сборки просто в общем она проходит тест это тоже будет отдельные видосы посмотрите кому интересно поехали 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 искать нашу афину вот она почему у меня одна такая сборка сразу объясняю рассказываю почему не до того что я вам рекомендую я прохожу локации фармлю разные локации поэтому мне разные сборки такая сборка как видите с эмблемками у меня используется на гоблинах в древнем войне в древнем а в лабиринте кто смотрит внимательно стримы мы бегаем по два по пять часов от двух до пяти часов для прохождения фармлю к плюс сундуки чтобы показать вам какие шансы что у нас по талантам то есть такой талант дает дополнительный урон это вам по сути для большинства не надо стоит и со вариант тоже довольно таки неплохой но я бы тоже не советовал качать тем более если у вас нету много ресурсов самые оптимальные варианты сейчас мы так пойдем для данного героя должна быть ремка должна быть воодушка ожива тоже как вариант но немножко не то ожива подходит только под воодушевление если вы например прокачаете вот такой вот вариант героя плюс поставите сюда воодушку она будет хороша на волнах но есть одно но сейчас вам его покажу выбирая героя побежим соло покажу я надеюсь там у вас не сильно шумит не должно принципе вроде на стримах всегда был будут такс убрал побежали волна например волна а а начнем с нее то есть такой вариант если прокачать и там оживу что же будет я свой это все увидите смотрите внимательно на героя пол жизни уже нет больше половины жизни нет что соответственно мы имеем если вы качаете оживу и хотите для фарма использовать героя будьте готовы к тому что герой просто будет да он будет бешено дамажить он будет резаться но готовьтесь к тому что он будет сливаться на любой отражалки то есть любая отражалка для него это будет смерть потому что у афинки дофига урона в секунду вот видите она слилась опять резнулась ну а возможно как вариант мы затащим один раз мы слились у нас есть еще одна не успела в общем такой вариант с одной стороны хорош как для космос другой стороны есть минус нужен проклятый доспех поехали дальше то есть это для фарма больше на пвп локациях если вы поставите ремку в принципе как вариант но она будет у вас не живучая то есть она свою цель возможно сделает а возможно нет и могут заблокировать и отоживы она не выживет толку никакого не будет но в основном на пвп локациях сейчас этого героя не используют конечно смотря какой топ ну тут посмотрите раз-два она ее основная задача это выжить зарядить героя она их зарядит то есть она по сути своего рода байфер но имеет хорошие дома увидите здесь она еще успела потрашивать немножко но толку никакого нет такой вариант на восьмерку можно качнуть если есть ресурсы дальше качать на девятку я не вижу смысла так поехали дальше железная воля как вариант вроде как бы урон дает все дела но посмотрите имеет иммунитет к молчанию и как мнение если я не ошибаюсь и не камене не не помню честно говоря но нету иммунитета к стану герой дает повышает скорость атаки не дает дополнительной энергии но это 13 скил также он наносит двадцать пять ударов 300 330 процентов до этого мы сейчас тоже дойдем в общем следующий вариант поехали железка бессмысленно чего же вы чуть и сегодня день ажи сейчас так по листа и какие варианты с у меня и один вариант я больше ее использую на полу по локациях иногда очень неплохо заходит не сливается скажем так вот такой вот вариант на сегодня самый оптимальный при условии что у вас будут хорошие эмблемы то есть по эмблемам что надо естественно она неплохо будет эмблема на урон это подашка почему все все тот же вариант отражалка она сливается здесь получается если либо если вы поставите подашку вам только ремка подойдет дальше вы не сможете использовать если у вас есть скин это уже более знаете такой вариант вы можете поставить подашку там поставить ремку ставить менять другие эмблемы на сегодня я вот больше за из-за того что добавили наконец-то домах не наконец-то вообще его добавили какого фига непонятно в ремку при прокачке герой наносит дополнительно 90 процентов атаки имеет это как бог войны раньше был восьмерка если я не ошибаюсь то есть это реально очень круто этого вполне хватает для этого героя вы можете поставить там например ту же самую подашку можете поставить пакт если кому-то там надо мега урон любой вариант вы можете поставить выживание ту же самую наживу она у вас ресницы опять ударит то есть вариантов очень много для данного героя по сути ремка для нее самое универсальное на сегодня с талантом можно конечно то что я показала живу собирать ее чисто на урок плюс ремка ну без ну без не то что бесполезно она будет где-то в каких-то локациях там дамажить тащить но она не будет у вас универсальный то есть вариант больше таких вариантов для героя там с бастом раньше мы качали но опять же пост вы можете поставить либо в одушку на отражалке сольется либо ремку на отражалке тоже сольется из-за дамага вот вариант вот ремка самое оптимальное вы можете поставить и подашку соответственно если где-то вы пойдете попадете на отражалке не знаю сейчас попробую я не помню меня по моему остались или либо не остались на десяточки отражалки да вот герои с отражалками смотрите что сейчас будет герой дальник герой автопрокер видите с подашкой что делается по 7000 мы отразили и все нормально мы всех слили теперь вариант я просто убираю этот это тоже самое у вас будет на пвп локациях поставлю даже то же самое оживу да еще как вариант это при условии того что у нас ремка стоит плюс ожива без разницы какая жива смотрите внимательно на героя минус сейчас он зарядится второй раз ударит минус все героя просто нет вот этот для того чтобы вы понимали какой урон наносит этот герой прокачанный на максималку не на максималку моста меньше жизни урон будет все равно то есть этот хороший дамагер плюс байкер поэтому варианты можно поставить подашку но если у вас нету скина это у вас будет ограничение только ремка потому что надо включиться если фарм локации подашка плюс талантом допустим плюс водушка нормально но можно сделать можно в принципе поставить подашка ремка либо менять на воодушевление такой вариант да но ремка на поле универсально потому что вы можете больше вариантов думать под ремку я живу поставить и она будет у вас включаться и подашку поставить и воодушевление ну то есть все зависит уже и чисто дальше от ваших прокачек я вам показываю топовые сборки данного героя в общем по талантам что-то добавить вальс клинков надо точить героя под уклонение это очень затратно это бессмысленно по созвездиям ну соответственно здесь если вы делаете уклон вы можете больше воспользоваться по локациям это будет мисок но я не вижу никакого смысла один раз попадут на фиг снесут лучше делать крит плюс крит урон плюс дома кто сделать максимальный дамаг чтобы побольше критов вылетала и она дамажила хорошо по чарам что по чарам ставить варианты вот такие вот на отхил на жизнь бессмысленны надо если у вас и со можно как вариант собрать максимальный дав опять же это герой будет такой знаете однобокий немножко варианты если вы используете на архидемона это перомах доспех тоже такое себе передача это либо передача хороший вариант либо победный то есть это два таких варианта которые я использую и которые реально проверены и дамажит очень хорошо вот у нас состоит победный мы сейчас с вами сделаем небольшой тестик с попробуем либо грубую вытащить либо окна наверно скорее всего это быстрее будет вытащить со склада это самый оптимальный вариант берем факт факт это для того вы сейчас увидите какой героя реальный домах на девятку прокачал ставлю грубую силу плюс победный вот грубая идем на подземке наши любимые еще поставим сюда панч бокса и поехали так кошмар к 49 и потом обычные жестокие подземелья вот смотрите сейчас она включится видите у нее есть проблема со станом тоже ее можно застанет и это будет очень большая проблема но когда она включится с она если включится конечно же видите жизни не так уж и много других какой-то несчастный он уже там и и шатает то же самое на полопа локациях практически если нету ремки герой зачастую просто вот так вот 30 прорыв казалось бы там офигеть но если он включится когда будет ребята веселуха вот а теперь смотрите как все разваливается вокруг и интересно просто на месте посмотреть час на урон смотрите и станешь не башни и на и до сих пор так смотрим на мессу ну нормально по 10 лямов я вам скажу это неплохой вариант по 10 миллионов раздавать 20 20 на фигеть 25 ударов если пройдут критами вы представляете да какой какой здесь урон от скилла давайте еще разок где-то подальше зарядится успеет стакана зарядят 22 миллиона да ладно это наверно смотритель это что-то нереальное давайте выберу смотра но представьте 25 ударов офигеть ну вот она из-за этого как бы и страдает большинстве случаев а красный что и очень много дамага и она сливается на малейшие отражалки поэтому для нее надо делать определенные сборки поехали еще разок перенос не будет смотрителя смотрим еще раз это будет чистый урон героя ну понятно там плюс минус она может больше меньше нам оберем максимум который герой может выдать 23 это пол у миллиарда герой просто выбивает ребят со скилла если взять того же самого буги мэна то он столько дамага не наносит как она но она и столько не живет у нее нету оживы но вы можете представить этот заряд энергии на максималке еще если пак на девятку вкачнут 1214 видите это не под если без панчбокса давайте попробуем без панчбокса сейчас просто чисто и урон без панчбокса поставим сюда ангела это конечно очень круто на максималке ну смотрите как разница 8 миллионов 8 миллионов то что я увидел это то что было критом даже такой вариант 8 миллионов с удара 10 ударов это 80 миллионов ну то есть соответственно вы имеете 200 миллионов урона со скилла вот десятка вылетела даже 200 250 миллионов конечно как зайдет ну даже так 200 миллионов со скилла какое-то нереальные цифры как по мне но что есть то есть так давайте еще экспертную попробуем ну такая сборка ну смысла никакого не имеет я вам сразу говорю то есть она бессмысленно по большой части в процентов наверно 70 80 герои просто не будет включаться у вас потому что надо заряд есть конечно нюансы вот здесь тоже самое смотрите сама зарядится 2 миллиона 2 10 миллионов потенциал реально если максимум там еще грубую не грубую крит урон подкрутить в реальности герой может выдавать очень много как видите криты не так уж и часто проходят потому что надо побольше крита собрать можно еще победный подняется на шестерку вариантов очень много я вам показал основной а вы пишите комменты кого вы хотите там ребята просили зефирку на максимальный дав собрать возможно это тоже сделаем не убиваемую зефиру пишите комменты ставьте лайки делайте репостики всем удачи всем пока